Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия. Сегодня у нас в гостях редкий гость – это управляющий Хакасского отделения Россельхозбанка Виктор Богушевич. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый день. Виктор Николаевич, в начале этого года прошла информация, что Хакасии стала доступна благодаря вашему банку так называемая сельская ипотека под 3%. Какие особенности и нюансы этой ипотеки? Да, но в действительности не только Хакасии, но и всей России, на территории всей Российской Федерации данная ипотека доступна. На территории республики у нас, я скажу, что ограничений особых нет, но есть некоторые нюансы, которые надо знать. В действительности любой житель республики, независимостей, городской, либо это будет с поселка, либо это будет с деревни, может воспользоваться данной ипотекой. Сумма данной ипотеки максимальная – 3 миллиона рублей. Процентные ставки фиксированы. Одна процентная ставка 2,7% годовых при условии страхования жизни и 3% без страхования жизни. Клиент выбирает на свое усмотрение. Максимальный срок кредитования – 25 лет. Минимальный первоначальный взнос – 10% от суммы. Соответственно, чтобы воспользоваться данной программой, необходимо просто обратиться в любое отделение Россельхозбанка, находящееся на территории республики, подать заявление, заявку на приобретение ипотеки данной. После положительного решения подобрать себе недвижимость. Есть один нюанс, который тоже должны знать наши клиенты. Данная ипотека согласовывается, то есть сама недвижимость согласовывается с Минсельхозом Российской Федерации. Соответственно, Минсельхоз Российской Федерации проверяет пакет документов, который предоставляем, и может либо одобрить, либо отказать. То есть, если на уровне банка положительное решение получено, то Минсельхоз России вправе отказать. Соответственно, если по этому объекту идет у нас отказ, это не говорит, что отказ к клиенту. Просто клиент ищет себе новый объект. Но сама программа все-таки по большей части нацелена на обновление жилого фонда. В пригородах, да, то есть в деревнях, в поселках. Соответственно, как планирует наше руководство страны, это приблизительно 50% получить нового жилого фонда. Это и развитие инфраструктуры будет, соответственно, развитие самих поселков, деревень. Потому что, ну, если ездите по нашей республике, то, видите, без слез смотреть на них, к сожалению, нельзя. Нету, вернее, очень мало новых домов. В основном все старые, покосившиеся, завалившиеся. То сейчас есть реальная возможность возродить. Но возрождать надо тоже правильно. То есть люди должны все-таки рассчитывать на свои силы. Соответственно, не надо брать больше, чем можете, да, берете столько соконавтов. Да, но вот благодаря Министерству финансов Ирине Ивановне Войновой мы проводим планерки. Мы, можно сказать, практически на ежедневной основе в телефонном режиме общаемся, да. Она интересуется, как у нас идет данный проект, как у нас в текущей ситуации запустилось именно строительство нового жилья. Вот, наверное, на этом моменте надо нам остановиться более подробно, потому что наши жители республики не совсем знают, что есть такая возможность при получении ипотеки прийти к аккредитованному застройщику, который именно в банке аккредитованный, выбрать с ними совместно проект и построить себе абсолютно новый дом. То есть, получается, что ипотеку можно взять, приобретая земельный участок с дальнейшим строительством? Совершенно верно. Соответственно, люди покупают себе земельный участок собственности, строят на нем дом. Ну, с материалами уже это не определяется с застройщиком, да, с подрядчиком. Какой он будет проект, там, двухэтажный, трехэтажный, то есть, ну, насколько... За 3 миллиона можно неплохой дом. Насколько хватит, да, фантазии на самом деле. Вот, то есть, 3 миллиона примерно, это, я предполагаю, опять же, да, надо все-таки с застройщиками общаться. Это порядка, там, думаю, квадратов, наверное, 120 дом можно сделать. Ну, приблизительно. Ну, если брус попроще, там можно и под трестки сделать. Да, да, совершенно верно. То есть, тут уже у кого какая фантазия будет. Соответственно, дом под ключ, 3 месяца, как нам некоторые говорят, застройщики. Кто-то из них вообще строит за 10 рабочих дней, это из готовых пылит они там ставят, да. То есть, пожалуйста, люди хотят жить в новом жилье. То есть, построили дом, это, ну, наверное, ближайших, там, лет 5-7, наверное, ничего делать и не надо с самим домом, я имею в виду. Вот, если берем вторичное жилье, то неизвестно, какие подводные камни, это электрика, это трубы, это, там, отопление, да, ну, все, что угодно может быть. Я не хочу сейчас вот говорить, что есть добросовестные жильцы, которые в действительности хорошие дома есть, там, которые подшаманили, лишь бы продать. То есть, здесь вы купили абсолютно новое жилье, которое на ваших глазах построили, которое вы получили ключи. Сами приняли. Сами приняли, да. Какая у вас там кухня, как она расположена, как у вас расположена спальня, как расположена ванна, да. То есть, вы сделали так, как вам удобно, и вы заехали, и в нем живете. И это, мне кажется, самое такое большое удовольствие, потому что ты как хотел под себя, так и сделал. Соответственно, даже, если мы, например, там, квартиру, мы, к сожалению, планировку, некоторые вещи, да, не можем переделать. То здесь вы можете для себя на начальном этапе взять и сделать. Поэтому призываю всех жителей республики, да, все-таки воспользоваться данной программой. Построить себе новое жилье, жить на земле, как говорится, свой дом, своя крепость, да. Ну, и, соответственно, хочется видеть все-таки, чтобы у нас жилой фонд в ближайших поселках, деревнях, округах, они все-таки обновлялись, да. Соответственно, когда будет обновление, будет и развиваться инфраструктура, ну, и, соответственно, самим же жителям будет и где работать. И будет создан какой-то быт, и, ну, будут жить уже в определенных, да, в определенных хороших условиях. Что хочется отметить, вот, выразить, наверное, большую благодарность главам районов, которые с первого дня, когда запустилась наша ипотека, ну, оказывали содействие. В действительности они вели большую очень работу в части ипотеки сельской, да. В действительности у нас очень много заявок с районов. Ну, для примера, программа официально стартовала в конце марта у нас. За апрель месяц мы выдали уже более 100 миллионов рублей. Ну, для сельской ипотеки, я считаю, это довольно-таки неплохой старт. Понятно, что какие-то регионы там есть, сумма-то больше, но и регионы сами больше. Для Хакасии старт неплохой, но это все вторичный рынок. То есть, вот, чтобы люди сами строились, такого нет? Пока нету. Нет. Сейчас вот у нас вначале, ну, могу соврать, то ли 10 апреля было совещание, Ирина Ивановна нас собирала со строителями. Мы долго дискутировали, да, кто наш потенциальный клиент, кто наш должен быть подрядчик. Все-таки нашли точки соприкосновения, аккредитовали ряд компаний строительных, которые действительно это интересно. И уже начали масштабно доносить информацию до клиентов, что есть возможность строительства. Ну, наверное, на сегодняшний день у нас порядка заявок 30. Это на строительство нового жилья. Но этого мало, люди, видимо, все-таки еще либо не знают, либо боятся. Но хочется, чтобы вот люди поверили это, потому что они могут сами контролировать процесс строительства. И при подписании актов по этапному строительству своего дома, да, они будут смотреть и проверять, кто что делает. Может быть, там будут стоять над головами строители говорить, вот ты тут неправильно закрутил, там или неправильно вбил. Ну, это как бы нормально, правда. Да, это нормальная практика, совершенно верно. И зная, какой будет дом, да, ты уже можешь не переживать, спокойно заезжать. Поэтому я призываю людей на сегодняшний день все-таки строить новое жилье. Оно будет, наверное, и правильно, и лучше. Потому что, ну, новое есть новое. Старое там уже 20-летнее, 30-летнее. Ну, уже мы понимаем, все равно это вложение денег идет. Уже крышу там где-то местами надо перестелить, печку там. Если бревна, то есть, соответственно, поднять нижний винил. Да, да, совершенно верно. Поэтому есть свои нюансы, которые, ну, они, извините, уже в жизни есть, да. Какой бы ни был дом хороший. А вот смотрите, вот я житель Абакана. Ну, вот ваш продукт очень интересен, да. И какая вероятность одобрения Минсельхозом жилья, допустим, в Чапаево или в Калинино? Потому что, ну, это как бы близлежащие такие зеленые пункты у нас, чтобы остаться работать в городе. Ну, вы совершенно правильно задаете вопрос. На сегодняшний день у нас очень активно покупается жилье в Калинино, в Чапаево. Потому что данные территории попали в список, как раз, где, список территорий, которые подходят под перечень сельской ипотеки. Данный список всех территорий, он у нас утвержден Минсельхозом Республики. Ну, и, соответственно, Минсельхозом Российской Федерации. Единственный момент, по которому могут отказать, это, скорее всего, что, может быть, дом старый. Ну, я не могу назвать, потому что Минсельхоз Российской Федерации нам не называет причины. Ну, у них свои критерии. Да, у них свои критерии, они нам не называют причины отказов. И, к сожалению, мы не можем понять. Единственное, которое минимальный порог должен быть, это на одного человека не меньше 8 квадратных метров жилья должно быть. То есть, семья, если там 5 человек, то дом должен быть не меньше жилой площади из 40 квадратов. Соответственно, если он будет меньше, то это сразу стоп-фактор и даже не пойдет дальше. По каким другим критериям они могут отказать? Вот, не могу вам ответить. А какие документы нужно собрать, чтобы участвовать в этой программе? Здесь стандартный пакет документов, паспорт, 2 НДФЛ, копия трудовой. Ну, СНИЛС при необходимости, можно просто номер СНИЛС. И потом уже в случае положительного решения продавец должен предоставить справку на жилье. Он берет пакет документов. Да, пакет документов. А дан с правой и там все остальные документы. При этом он должен в самом сельсовете, в администрации поселка, где находится этот дом, взять справку о пригодности дома. То есть, это занимает, опять же, в разных районах по-разному, где 2 дня, где 2 недели. То есть, здесь уже зависит от нагрузки самих административных работников, кто как по нагрузке выезжает и осматривает. Хочется выразить, опять же, благодарность главам районов, которые приняли участие именно в этих справках, потому что не было изначально понимания. Мы с Ириной Ивановной сели, посмотрели, подняли положение. То есть, есть закон, он старый закон, причем, где действительно эти справки есть, даже форма есть. И разослали всем главам районов, а не главам поселковых поселений, получается, выслали. И вот в этом ключе первые, наверное, 2 недели они были очень тяжелые, потому что не было четкого понимания, как это делать. Ну, вот благодаря министрам финансов и главам районов, это вот все у нас вышло. Минсельхоз подключали, потому что они со своей стороны вели работу разъяснительную, где сами встречались с главами. Ну, в действительности было какое-то недопонимание. Сейчас это уже выстроилось, сейчас это уже идет прям оперативно. За это им огромное спасибо. И клиенты наши уже, люди, не ждут там по 2-3 недели. Ну, реально, 2-3 дня справки эти готовы и получают, и мы уже отправляем. Потому что у нас еще процесс согласования с Минсельхозом. А вот тот недолго проходит? До 10 рабочих дней. Ну, то есть, в принципе, вполне реально собрать весь пакет документов за 2 недели. Да, да, да. Ну, как практика показала, 6 рабочих дней – это максимальный срок, когда Минсельхоз нам уже возвращает ответ. То есть, со стороны банка здесь на местном уровне все это делаем быстро. Ну, реально, день-два. Есть полный пакет документов, никаких там дополнительных, нету нюансов в части там брачного договора. Да, то есть, есть такие моменты. Соответственно, мы это все быстро делаем, формируем 2 дня. Наши все службы проверяют, все это делают, пакет сформирован, и мы отправляем туда. Ну, там 5-6 дней, вот это вот, наверное, максимальный срок, который рассматривается. Сейчас, к сожалению, из-за сложившейся ситуации в стране, да, ну, и как в мире в целом из-за ковида, процесс маленечко удлинился, но в 10 дней рабочих они своих, как бы, вкладываются. А можно ли оставить заявку как раз вот в соответствии с пандемией, да, проходящей? Можно ли заявку отправить к вам через интернет? Ну, заявку отправить можно, но документы нужно будет нести. Документы все равно надо будет нести, поэтому у нас все-таки санитарно-эпидемические нормы в офисах соблюдены. Есть и полтора метра, да, между клиентами. Мы не запускаем полностью к себе весь входящий поток. За это прошу отнестись, наверное, наше население с пониманием, да, соответственно, чтобы обезопасить. Ну, и чтобы не сталкивались тоже возле офиса, то есть все-таки как-то, ну, были на расстоянии. Вот, надо потерпеть это, пройти определенное время и дальше спокойно. Лучше обращаться в офис, потому что, ну, к сожалению, чтобы в дальнейшем было рассмотрение, все равно надо вводить документы, которые программа еще пока в стадии разработки, чтобы это можно было вообще полностью в режиме онлайн сделать. То есть продукт, в принципе, работает и он дорабатывается на самом деле, получается? Ну, вот, мир информационных технологий не стоит на месте, да, как, наверное, ковид всех объединил. С одной стороны объединил, но с другой создал дистанцию. Да, и, наверное, он дал нам возможности все-таки развиваться именно в информационной, да, в части, да, ну, и банк в этом моменте как раз начал развиваться. И, ну, в действительности, делаются сейчас многие вещи, которых раньше не было. Это тоже радует то, что Ростельхозбанк все-таки становится современным и начинает соответствовать тем требованиям, где уже высокий уровень. Государственный банк, да, новые технологии, да, и они должны быть, это правильно. У нас есть новый продукт, опять же, по сельской... А как бой? Да. Можно взять кредит для ремонта дома. Именно максимальная ставка 5% годовых и максимальная сумма 250 тысяч. Это идут целевые деньги. То есть, если кто-то из жителей решил сделать, допустим, поменять окна, поменять двери, полы, там... Крышу. Крышу, да. Они заключают договор с подрядной компанией в случае положительного решения. Ну, обратились в банк, положили положительное решение, заключают договор с подрядной организацией на проведение тех или иных работ, выставляют счет, мы оплачиваем. Замечательный продукт. Да, деньги на руки не отдаются, оплачиваются напрямую организации, и в сельской местности также люди могут этим воспользоваться. Это все в рамках комплексного развития сельских территорий. А какие еще тогда продукты есть для сельских территорий? Ну, для сельской территории, наверное, для физических лиц это, наверное, два единственных флагманских продукта, которые на сегодняшний день есть. Соответственно, президент Российской Федерации, он сделал акцент в этом году, что надо развивать сельские территории, да, выделяется много субсидий, то есть строятся школы, строятся водоперекачки, там, очистные, да, то есть это все вот федеральные деньги как раз в рамках комплексного развития сельских территорий. Правда, очень много сейчас думается об этом, создаются программы, причем хорошие программы, которым надо пользоваться. Все говорили, что вот в Европе там ипотека 2%, 3% когда у нас будет. Пожалуйста, сделали для вас данный продукт, которым надо пользоваться.